В 2022 году Карачаево-Черкесия отметила столетие. Год был весьма насыщенным не только на политические, общественные, спортивные и культурные события, но и отметился большими достижениями в социально-экономическом развитии. Подробности в обзорном сюжете Мурата Джанкёзова. В юбилейном году в Карачаево-Черкесии открыто 127 социально значимых объектов. Из них 97 введены в эксплуатацию досрочно. Начался капитальный ремонт 23 образовательных организаций, 19 из которых уже сданы. В юбилейный год в республике прошли ряд знаковых важных событий. В их числе завершение строительства одной из красивейших соборных мечетей на Северном Кавказе. Общая вместимость здания составляет около 7 тысяч человек. А с учетом прилегающей территории в праздничные дни здесь могут помолиться около 20 тысяч мусульман. Мечеть станет одним из самых крупных священных мест для мусульман Северного Кавказа. Реализация данного проекта стала возможна благодаря совместным усилиям органов власти и местного сообщества. Представители духовенства вносят огромный вклад в дело развития Карачаева-Черкесии. В Карачаево-Черкесии в минувшем году после реконструкции открыт социальный пансионат на 122 места для людей старшего поколения. Вокруг соцучреждения благоустроена территория, на которой по просьбе постояльцев высажены плодовые деревья. Для активного долголетия установлена уличная спортплощадка. Завершено строительство и введена в эксплуатацию школа в ауле Гюрюль-Деук у Желутинского района на 165 мест. Открылся Центр молодежного инновационного творчества. Место, где школьники и молодежь могут приобрести навыки работы с 3D-графикой, программированием и моделированием, выполнять работы, связанные с искусственным интеллектом, разрабатывать проекты в IT-сфере. Также в прошедшем году в Черкесске открылся самый крупный в России завод по убою и переработке баранины. Проект по созданию предприятия мощностью 25 тысяч тонн продукции в год реализован инвестором группой компаний «Домоте». Северный Кавказ у нас традиционно является ключевым производителем баранины в нашей стране. Запуск нового завода, который в перспективе будет производить за смену более 40 тонн продукции, позволит Карачаево-Черкесии и всему федеральному округу далее укреплять позиции в данном направлении в производстве мяса. Буквально еще год назад мы здесь стояли, когда делали закладку, так называемую, в новое предприятие. А сегодня мы уже с вами являемся свидетелями открытия нового современного предприятия, которое, конечно, даст дополнительные рабочие места нашей республики, налоги, ну и, конечно, развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. По программе модернизации первичного звена здравоохранения приобретено 30 единиц дорогостоящего медицинского оборудования и специализированные автомобили. Завершен капитальный ремонт многих медицинских учреждений. В начале сентября городской парк культуры и отдыха «Зеленый остров» целиком стал одной большой праздничной площадкой. После масштабной реконструкции торжественно открыли главный стадион республики «Нарт». Первым матчем на футбольном поле обновленного стадиона стала товарищеская встреча команд ветеранов футбольного клуба «Спартак» и сборной Карачаева-Черкесии. Также ярким и крупным событием стал большой гала-концерт на стадионе «Нарт». Карачаев-Черкесия – это особый край, который со своей природой, со своими великолепными реками, действительно, озерами, со своими традициями, обычаями, со своей историей. Но самое главное, что в Карачаеве-Черкесии живут удивительные люди. Это трудолюбивые люди, мужественные, добрые. И все, что происходит сегодня здесь, развитие республики – это благодаря тем людям, которые здесь живут. В рамках празднования 100-летия Карачаева-Черкесии множество культурных и спортивных мероприятий прошли в Москве. В летние месяцы, когда столица страны расцветает и традиционно становится площадкой для многочисленных фестивалей, в честь юбилея Карачаева-Черкесии прошли концерты лучших наших коллективов. В вагонах столичного метро транслировались видеоролики, посвященные истории, культуре, туристическим возможностям нашей республики. А на одном из центральных бульваров Москвы была представлена коллекция лучших работ российских фотохудожников, запечатлевших красоту Карачаева-Черкесии. Большой совместный концерт творческих коллективов Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, посвященный столетию образования регионов, прошел в Кремлевском дворце. Собравшихся с юбилеем государственности поздравил президент Владимир Путин. Неоценим вклад жителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии в укрепление и развитие нашей огромной страны. Плечом к плечу с представителями других национальностей они строили и созидали. Добивались достижений в науке и культуре. Вместе преодолевали крутые повороты истории. Туризм в Карачаево-Черкесии является одним из ключевых направлений социально-экономического развития региона. За последние годы наблюдается устойчивый рост туристического потока. До двух миллионов человек примет туристический кластер в этом сезоне. Будет продолжена дальнейшая работа по развитию туристической инфраструктуры. В декабре состоялось открытие нового горнолыжного сезона в Домбаре и Архызе. Очень нравится. Тут вообще ехать прям 5 минут по большому счету. Поэтому выбираем Архыз. Дороги хорошие, удобно. Ночью выехал в 10, в 5 утра уже здесь. Здорово. Приезжайте в Архыз. И с детьми комфортно, да. С детьми приехать, да. Спасибо вам большое за такие приятные дороги. Традиционным стал прямой эфир главы региона Рашида Тимрезова с жителями республики. Этот формат общения находит живой отклик утереть зрителей, которые задавали вопросы на актуальные для них темы. Выступая на различных площадках, глава республики Рашид Тимрезов неизменно подчеркивает, что необходимо продолжать активно работать над реализацией национальных проектов, активно воплощать проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей Карачаева Черкесии. Это, в свою очередь, определяет дальнейший вектор развития республики и деятельность органов государственной власти в новом году. Самое главное достояние нашей республики – это ее многонациональный и многоконфессиональный народ, который трудился и будет трудиться на благо Карачаева Черкесии и России. Каждый из вас, уважаемые земляки, внес определенный вклад в развитие нашей республики и страны, в укрепление ее единства и силы, когда это особенно важно в условиях нового времени и новых вызовов. Я хочу поблагодарить нашего национального лидера, президента Российской Федерации, за постоянную поддержку ко всем регионам нашей большой страны, ну и Карачаева Черкесии в частности. Мурат Шанкезов, Вести Карачаева, Черкесия.